Тем временем в Кирове продолжают обсуждать действия живодеров. Напомню, в интернете появилась информация о том, что на улице Мира кто-то разложил яд. Им уже отравили сразу несколько собак. С хозяйкой пострадавшего животного встретилась Елена Шарыгина и узнала подробности. События того вечера хозяйка погибшей собаки Маргоши Вера Коколева вспоминают с трудом. Рассказывает, все произошло здесь, между детским садом номер 58 и второй городской школой 19 февраля. Марго во время прогулки просто понюхала и лизнула что-то на дороге, а после случилось страшное. У собаки начались судороги. Судороги. И в течение 40 минут все было закончено. Соседка нашла телефон ветклиники круглосуточной. Мы на такси, но не успели. Мириться с потерей питомца Вера Коколева не намерена. Она уже обратилась в прокуратуру. К слову, подобные случаи в этом районе были еще. И все владельцы говорят, произошло все очень быстро, шанса спасти животных не было. По мнению людей, кто-то специально разложил яд, чтобы отравить животных. И такие случаи живодерства в нашем городе не редкость. Например, за несколько дней до происшествия около школы в районе Ганино местные жители видели, как неизвестный мужчина раскидывал мясо и на собак, которые прибежали на запах, накидывал веревки и затаскивал в машину. Примерно в это же время в микрорайоне Южный около детского сада кто-то расставил капканы. Стая собак попала в западню. Некоторые из них смогли выбраться с перебитыми лапами. Возможно, решить проблему хотя бы для домашних собак помогли бы специальные площадки для выгула. Но в нашем городе таких нет. Однако в администрации города считают, что появиться они все-таки могут. То есть здесь для каждого муниципалитета прописываются общие требования. Какие это должны быть площадки, какое должно быть у них основание, на каком расстоянии они должны размещаться от окон, в том числе жилых, просто от зданий от жилых, от общественных. И мы планируем в течение буквально месяца выйти на Мартовскую думу с поправками, изменением правил обоустройства, чтобы включить разделы, именно регулирующие размещение данных площадок. А вот дрессировщики, в свою очередь, уверены, обезопасить животных могут и сами владельцы. Собака должна находиться на пробулке, на поводке и в наморднике. Вот из-за того, как вы правильно подберете намордник для собачки, может зависеть жизнь вашей собачки в дальнейшем. Собака, находясь в таком наморднике, земли подобрать, даже если очень сильно захочет, ничего не сможет. А тем временем правоохранительные органы разбираются, действительно ли кто-то умышленно хотел навредить животным на улице мира. Итоги этой проверки ждет и Вера Коколева, и другие владельцы собак в этом районе. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей ДАВИЧа. Как защитить животных и какого наказания заслуживают живодеры? Об этом мы поговорим с волонтером и зоозащитником у нас в студии Екатерина Глубаковских. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам. Ваше мнение, как вы считаете, кто в Кирове раскладывает яд и капкан для животных? К сожалению, у нас очень много неадекватных людей, которые, мягко говоря, не любят животных. То есть люди, может быть, их покусала в детстве собака, может быть... То есть это некая месть? Как вариант, да. Либо им просто не нравится собачья стая. Но как бы собаки, собаки вообще бездомные животные, они не виноваты в том, что они оказались на улице. Виноват в любом случае человек. То есть это животное, рожденное на улице, животное, выкинутое на улицу. Как бы изначально все началось с человека. Есть люди, которым, естественно, не нравится, когда животное бегает, собирается в стаи. Но как бы это не гуманное решение проблемы. Герой нашего сюжета обратилась в полицию. Вообще, как часто владельцы собак обращаются в полицию и часто ли находят виновных? Я волонтер группы «Дари добро». Наша организация несколько раз обращалась в полицию. Уголовные дела не были заведены. Даже когда были доказательства, что вот живодерский случай у нас был очень нежитажный случай, когда собаку расстреляли вместе со щенками. Уголовное дело не было заведено. А с чем это связано? Собака жила в гараже, в гаражном массиве. И одному из владельцев в гараже не понравилось, что собака тут обитает со щенками. Причем собакой занялись волонтеры, щенков пристраивали. Но когда пришли на место, нашли уже трупы. То есть человек вообще никакую ответственность не понес? Нет. Мы сегодня в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» проводили опрос. Хотели узнать мнение зрителей, как нужно наказывать живодеров. Ваше мнение, какое должно быть наказание? Как минимум тюремное заключение. Потому что люди неадекватны. У нас было несколько вариантов ответа. Пусть оплатят большие штрафы, лишая свободы. Либо поступать с человеком так же, как он поступил с животным. На данную минуту 55% набрал вариант ответа лишать свободы. Да, мы голосовали волонтерам. А это не жестокое наказание? Как думаете, для человека? Когда человек нападает на чего-то питомца, то есть человек неадекватен. Психологи уже подтвердили, что 80-90% маньяков, которые перешли на людей, не начинали с животных. То есть это подтвержденная статистика. У нас в городе много случаев живодерства. Это выколотые глаза, это покалеченные животные. Недавно был случай, когда дети кидали котенка об стену. То есть это идет от безнаказанности. Нет наказания, идет вседозволенность. Ну и как бы цепная реакция. Мне можно, я могу. Ну то есть как бы издевательство над слабым, нет отдачи, нет защиты. А почему у детей вот есть такая тяга издеваться над животными? Это идет от родителей, это идет от невоспитания? Или какие могут быть причины? Я думаю, что идет от невоспитания. У меня дети, с детства я им объясняю, что вот ты сделал животному больно, тебе тоже могут делать больно. У меня маленькие дети, они адекватно абсолютно относятся к животным. У меня постоянно на передедушке кошки, собаки. То есть как бы дети с ними вполне уживаются. Даже с уличными. В ноябре в СМИ очень активно обсуждали голодовку за защитников, которые требовали от депутатов рассмотреть во втором чтении законопроекта об ответственном обращении с животными. Предлагаю послушать, как тогда на обращение отреагировали в администрации Кремля. Администрация президента и, собственно, сам президент отреагировал на наши жалобы, на наши обращения к нему, которые подавались в администрацию в пятницу и не остались незамеченными. И Песков, это пресс-секретарь Путина, заявил, что закон необходимо дорабатывать, что в нем содержатся нормы, которые экономически убыточны, требуют экономических затрат, их надо пересмотреть, что они знают о голодающих зоозащитников и что они не хотели бы это видеть. Вы ожидали, что реакция будет такая? И почему такое отношение к этой теме? Мы много лет не можем добиться, вот именно зоозащитники, много лет не можем добиться адекватного закона о защите животных, потому что животное в нашей стране юридически это вещь. То есть вещь можно продать, вещь можно выкинуть, хозяин несет абсолютную власть над животным. У нас есть много случаев, когда владельцы доказанно издеваются над животными, но мы не можем животное забрать, потому что юридически владелец, он хозяин вот этой вещи, то, что вещь живая, там вещь может иметь какие-то чувства, по закону мы не правы зоозащитники, мы не можем забрать животное. Пока мы обращаемся в полицию, были случаи, когда мы выкупали животное владельца, чтобы они над ним не издевались. То есть только за деньги живодеры готовы отдать? Да. Как думаете, какие причины? Почему законопроект действительно разработан, и уже вот много лет его не могут принять? Что является главной причиной? Почему откладывают каждый раз этот вопрос власти? К сожалению, я не знаю. Я знаю, что в Кирове тоже проводили митинги зоозащиты. Да, осенью мы проводили митинг, мы обращались к гостям, мы собираем подписи, в принципе, практически ежегодно на сайт президента мы собираем подписи, мы подписываем петиции, потому что закон нужен, о защите животных адекватный закон. А какие результаты? Вас слышат или в итоге получается нет? У нас не слышат. Нет реакции. Как вы тогда будете дальше бороться? Мы будем дальше обращаться, мы будем списать животных. То есть писать, проводить митинг, а результаты ведь нет тогда? Естественно. Мы спасаем животных. Мы делаем больше, чем ничего. Мы забираем животных с улицы, как бы мы меняем мир для какого-то конкретного животного. То есть если я подобрала с улицы кота, у него мир изменился кардинально. Я его пролечиваю, я его стерилизую и я его пристраиваю в добрые руки. То есть животное обретает дом. Конкретно вот это вот животное. То есть мы спасаем, мы действуем. Какие вы можете сейчас дать советы, как защитить животных от живодеров? Вот мы в сюжете видели материалы. Трассировщики предлагают использовать намордники на прогулках, чтобы собачка не подхватила какой-то яд. Ну, смотрите, я сама собачник. У меня достаточно крупная собака. Мы стараемся гулять в местах, где нет людей, где нет детей. Гуляем в позднее время, чтобы не вызывать негатив. Естественно, намордники, поводки. Ну и приучать животное, чтобы оно не подбирало. Это уже из области дрессуры. Как-то так. Спасибо, что сегодня пришли к нам, ответили на наши вопросы. Напомню, у нас в гостях был и волонтер, и зоозащитник Екатерина Лубаковская. Спасибо. Спасибо. Спасибо.